Звёздный завтрак на Радио Шансон Мы как будто забрались сегодня У нас такая предновогодняя посиделка Не хватает только еды Бабушки, дорогие мои любимые Вы же знали, что я плотненький, люблю поесть Что же вы ничего не принесли Или дорога была дальняя из Удмуртии Вы всё съели уже просто, что готовили для Лёни Мы не сегодня приехали Поэтому уже всё съели Потому что день и ночь работали уже два дня И мы очень рады вас видеть Мы же не первый раз у нас в гостях Не первый, да Скажите, вот вы говорите, мы не сегодня только приехали А где в Москве проживаете? Не сегодня только приехали А, понятно Где проживаете в Москве? Гостиница, Мосфильм Скоро нас будут, значит, в фильме снимать К друг другу в номерах ходите? Конечно С чем-нибудь таким привет С самоваром Всяко бывает Чашка и чая Только чай? Чтобы об урановской бабушке, да только чай? Всяко бывает В этот раз так получилось Одна проговорилась В этот раз так получилось Одна говорит, всякое бывает А вторая говорит, только чай Это значит Это значит, они друг от друга даже шифруются 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 Потому что одна главная, она за всеми следит Понимаешь? А остальные, девчонки, главное Пойдем к чаю А мы пойдем ко мне, да Пока наша чаек пьет, пойдем-ка быстренько ко мне в номерах Да Так, вы тут заговорили, что вы в кино снимаетесь? Нет, я говорю, раз мы вас в фильме уже устроили Значит, скоро будет в фильме снимать А, мы-то думали, что вас уже позвали на съемки фильма Уже Федор Бондарчук там что-то с вами делает Вообще-то мы, да, участвуем в качестве, как сказать, сопровождающей музыки Вокал наш звучит И анонс мы прописывали для фильма «Майор и магия» А что за фильм такой? Расскажите нам Детектив, я три серии смотрела Потом надоело Нет, не то, что надоело, очень поздно идет У нас же все-таки разница во времени Час Это очень много, значит Так, хорошо Что еще нового произошло с тех пор, как мы с вами последний раз не виделись? Потому что, смотрю, медалей больше стало вот этих монеток на вас Манишка, нужно называть Как это называется? Мы уже забыли Ну, произошло, наверное, очень многое Маниста Маниста Да, Маниста 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 А мы Манишка Растет Маниста-то А день это дня? Ну, начали же наши бабушки говорить о том, что у них многое, что-то произошло Давайте, рассказывай Да, мы были на Украине Так В Луганске, в Донецке Перед этим вот лет, наверное, 30 тому назад, да, с Михаилом мы были в этих городах Шикарные, цветущие города были Очень приветливые люди, песенные народа И здесь сейчас, понимаете, вот совершенно Лица вроде как бы и не трагические И в то же время вот грусть какая-то Но радости там немного, да Чувствуется И сейчас вот мы информацию слушаем, да И как раз в тех местах, в которых мы были вот последний раз И как раз там сейчас нехорошие события происходят Это очень грустно Вот Это грустные события Так, это грустно А не грустно, что? С одной стороны грустно С другой стороны Мы видели, вроде их бомбят все Хотят уничтожить И в то же время они тут же восстанавливают здания, да Все же таки народ живет, работает И вы настроение привезли им Филармония шикарно работает И народ говорит, видимо, вот все же таки песни строить и жить помогает И зря ведь поет все песни, да И поэтому, видимо, филармония даже лучше, чем в прежние годы работают А на ваши концерты много? Встречали нас живым оркестром, вообще шикарно А на ваши концерты много людей приходило? Очень много народу И все очень довольны Обнимают, целуют Плачут прямо Очень довольны, что мы приехали А что дели больше всего? Пати-фуэ в Рибадидэнсе или в 18-м? У нас там концерты были не только пати-фуэ Там же день шахтеров был И мы вот на этих праздниках Это, знаете, такие мужественные лица, да Целый зал народов, это шахтеры сидят, да Потом к нам министр культуры Луганской народной республики подходила, женщина Она говорит, я, говорит, смотрю, слежу за лицами этих мужественных мужчин, да И смотрю, говорит, сначала, говорит, вроде лицо светлеет Потом, говорит, что-то, говорит, одно плечо начало двигаться Потом двигаться, потом второе А потом, говорит, затопали, а потом захлопали В общем, зал ожил И для нас это было, конечно, очень приятно То есть бабушки еще ого-го завести шахтеров могут? Получается, да Хорошо Очень довольны, да Звездный завтрак на радио Шансон 10.16, время московское Бурановские бабушки у нас сегодня в звездном завтраке А показывает меня при этом Но понятно, что, да, ну ничего страшного, ты не бурановская бабушка Ты, кстати Он будущая бурановская бабушка А вот почему, да, почему есть бурановские бабушки, но нет такого коллектива, например, бурановские дедушки А дедушки живут меньше, бабушки всегда дольше живут Нет, пока бабушки погостролим Почему? Есть дедушки, которые не злоупотребляют, и они нормально живут Да Я знаю, дедушка Зельдин, 101 год, нормально Ну такой один год Да, шикарный был дедушка Таких набрать, извини меня, и представляешь, можно сделать тоже прекрасный коллектив А почему вы между собой общаетесь, когда у нас есть прекрасные гости? Согласен Итак, вопрос с прекрасным гостем Понятно, что бурановская, чтобы попасть в коллектив бурановская бабушка, да, нужно достичь какого-то определенного Да, нужно стать бабушкой Но вы же, извините меня, не всегда были бурановскими бабушками, вы когда-то были девушками молодыми Бурановскими девчушками И знаем мы, что, будучи девушками, вы достаточно активно гастролировали, выступали, каждая где-то Вы посещали заграничные страны Да, ладно, подожди Расскажите о своих творческих путях, когда вы были еще молодыми Когда мы были молодыми, вот мы с Валентиной Михайловной 20 лет работали в государственном Ансамбле песни и танца «Италмаз» Это Удмурские республики, естественно, объездили не только Россию, Советский Союз в то время, да Мы выезжали за рубеж, и эти поездки очень были запоминающиеся Праздничные такие, хотя мы трудились, но все равно выезжали как на праздник Помните первую страну, куда поехали? Капиталистическую И что привезли отсюда? Капиталистическая была Финляндия Финляндия Чехословакия была? Нет, это не капиталистическая, а первая поездка была в Чехословакию Тогда была Чехословакия Что оттуда привезли? Ой Пиво? Вы думаете? Нет, я уже сейчас даже не помню Чтобы девчушки пиво привезли Нет, подождите А розу, розу, мы были в Карловых варах, да И там живые розы подставляют, там же эти, как называется, господи Лечебная вода, да Вот окунают туда, и там же соли, да, вот это как застывает, как каменных цветов получается Вот такие розы нам подарили Нормальные люди Бехеровку оттуда везут, а эти розы привезут Подождите, главное, вне эфира они нам совсем про другое рассказывали, то есть не про розы даже Ну почему? Про журнальчики Расскажите, как просвещали вас капиталисты Ну журнальчики, журнальчики, это не в Чехословакии, это вот в капиталистических странах можно было Но это парни в основном нас интересовали, нам даже слыхом не слыхали, видом не видывали, да, такие журнал, как плейбой Ну да, у нас были такие интересующиеся молодые мужчины Все молодые мужчины, если у них нормально со здоровьем, они интересующиеся Мы привезли из Италии хорошие журналы, очень интересные Так, вот, воспоминали из Италии Так, это уже Италия Подождите, давайте Там уже помимо плейбоя можно и чуть-чуть Давайте сейчас прервемся, а потом, кстати, уже в следующем выходе мы поговорим об итальянских журналах Звездный завтрак на радио Шансон В Москве 1026 только что песня про бабушек и в студии у нас тоже сегодня бурановские бабушки Не один дедушка в будущем Не-не-не, это не дедушка, это внук Будущий Внук, он еще, даже до будущего еще долго жить и жить Но лет через 50 как раз станет же дедушкой бурановским Не отпирайтесь, все равно будете дедушкой, куда деваться? Конечно Философии жизни Я стараюсь, я даже крем мажу иногда на лицо, чтобы не быть дедушкой Так вот, к нам забежал на огонек Дмитрий Нестеров Человек, который с бабушками знаком близко Наверное, даже в гримерке был неоднократно у них В одной гримерке? В одной гримерке были и в одной гримерке Как, в Олимпийской Можно даже поближе Эх, разгуляй-то мы, как мы в одной гримерке переодевались Да, вы знаете, я видел их без костюмов Серьезно? Нет, в хорошем Посмотрите, у нас утреннее шоу, а не ночное Нет, я просто интересно, а почему Дмитрий тогда не отвернулся? Наш любимый плейбой, молодой человек Потому что они были в репетиционных платьях Это специальная одежда Она отличается не очень сильно Некоторые думают, что это тоже концертный вариант Вот Никита Сергеевич Михалков, например, на репетиции 35-го Московского международного фестиваля Решил даже оставить эти репетиционные одежды именно на нашем выступлении Себе Нет, не себе Именно на нашем выступлении Все увидели, что у бабушек есть еще один костюм Другая одежда, да? Расскажите Репетиционные, да, костюмы у вас? Да Расскажите мне, пожалуйста Вот Дмитрий у нас уже был отдельно И он мог рассказывать все, что угодно про вас Мы бы не проверили А теперь очная ставка Вы все вместе Как вы встретились? Ага, значит, встретились мы как раз Кафе, помните это, где вы встретились? Да Вокал Это был ночной клуб Кто первый? Кто первый к нам позвонил? Тихо, ночной клуб Что вы там делали в ночном клубе? Выступали? Выступали, конечно, да Мы везде работаем А Дмитрий подходит с коктейлем к вам Девочки Девчонки Отдохнуть не желаете? У меня всегда шикарные новые песни Первая песня была Здравствуй И потом мне снова 18 А теперь у нас снова новая песня Но что я хочу сказать Что нынче Вот традиция уже стала Мы каждый год Приезжаем сюда в Москву Или в Московскую область На Масленицу, да И мы нынче поздравляли Весь наш народ Вместе с Дмитрием Нет Без Дмитрия мы сначала На Красной площади поздравляли А потом с Дмитрием Работали На Масленичных гуляниях А на днях мы Я все-таки хочу Немножко о творческом пути Нашем рассказать На днях мы поддерживали Значит Ой, как мы Антона Пирож Пирогова Из Димков Нет, Антон Антон Пирогов В программе Ты супер Так Вот И Хороший мальчик Очень нам понравился Он так что Вы с ним выступили вместе Да-да-да-да Он сначала выступил Потом мы ему специально Частушкой спели А потом вместе с ним пели Еще раз Он нашу песню И исполнял Патифу И потом вместе с ним пели Вот Патифу Так что Давайте Мы только желаем добра И Хочу вот к Дмитрию Снова вернуться Хотя он для нас не Дмитрий Димочка Димочка, да Димуля Артист Димочка И когда мы исполняли песню И вот мне снова восемнадцать Он дал слово Что напишет снова песню А мы сказали Чтобы он обязательно хит был Как мне восемнадцать И я думаю Она называется песня Как называется Дима Дима У нас совсем скоро начнется игра 5 секунд Бурановские бабушки Уху Тоже бабушка Нина Доброе утро Доброе утро Доброе, доброе Вот так вот Бабушка против бабушки Да Кто хочет начать Какая из бабушки Смотрите Нина Против вас играют сразу Три бабушки Вы не против? Ой, да прям С радостью Прекрасно Хорошо Давайте Начнут бабушки Тогда Бурановские Готовы, девочки? А мы не знаем Смотрите Вам задается Вам дается вопрос И 5 секунд На размышления На размышления То есть надо ответить За 5 секунд На кону Как мы уже сказали Сертификат на 3000 рублей То есть игра на реакцию На скорость И еще и поесть можно Если убедить Судя по тому Как некоторые бабушки Танцуют Со скоростью у вас Все хорошо Итак, поехали Бабушки начинают Бабушки бурановские Начинают Назовите Три популярных блюдов Буранова Буранова Перепечи Табани И Кокроки 1-0 Молодец Перепечи Табани И кокроки Вот Я ни разу не ел Что это правда такое Мы не знаем Но успорить мы не будем Нина Внимание Теперь вопрос вам Назовите Три любых вида осадков Осадков Снег Дождь Град И Ну Град Даже подсказали Пока 1-0 Пока 1-0 Девочки Мои бурановские Внимание Назовите Три любых города Золотого кольца России Владимир Ярослав Суздаль Молодцы 2-0 2-0 Уверенно Нина Уверенно идем в ресторан Бабушки то идут Нацелились Давайте отыгрывайтесь Нина Внимание Назовите Три любых фильма Эльдара Рязанова Служебный роман Зигзаг Удачи Старики Разбойники Молодец 2-1 Отлично 2-1 Первый раз у нас ответили на этот вопрос Здорово Бабушки Бурановские отвечают Назовите Три любых Раз уж вы пели песню На такую тему Назовите Три любых предмета Одежды футболиста Ой Футболист Ооо Футболка Футболка Бутцы Футболка И кеды Все Не успели Нет не успели Потому что кеды Не имеют отношения Бутцы и футболковые Шорты надо было сказать Ну шорты А еще не сказали Я ведь нет Надо тут говорить Вы что сидите-то Да Так дальше 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 2-1 По-прежнему Нина Назовите Три любых Весенних цветка А я Даландыш Нарцисс И этот Анютины Вот эти Утром Анютины глазки Мои глазки Не знаю Подснежники Кроксы Мне очень нравится Анютины утром Крокусы Я не ловеду Да Но по-прежнему 2-1 счет А там бабушки ведут Внимание Молодцы Назовите Трех любых исполнителей Которые когда-либо Представляли Россию На Евровидении Ой господи Сергей Лазарев И Полина Гагарина Ой смотри Молодцы Успели Успели Все Гагарина и Лазарев Ну скромные Скромные Так 3-1 Нина Ну что же это такое Нина Внимание Вопрос вам Вопрос вам Нина Назовите Трех любых животных Которые дают молоко Это верблюд Корова Это Коза Наверное Лошадь не дает Лошадь дает По прежнему 2-1 Давайте Последний вопрос Сложный вопрос Внимание Сосредоточились Все помогайте Назовите 3 плюса Выхода на пенсию Свободное время Возможность Заниматься внуками И отдыхать Не успели Отдыхать Не успели Короче надо было Формулировки делать Время Отдых Заниматься внуками Наверное да Мне кажется это уже не плюс Хочется отдохнуть А вам опять внуков Ну а это же удовольствие Нина Назовите Три любых народных средства От простуды Народных то Ну это Малина конечно Спирт Самогонку Какие хорошие средства Нина знакома Спирт и самогонка Спирт и самогонка Ну что не получилось Сегодня у Нины Побеждают Бурановские бабушки Бурановские бабушки Отправляются в ресторан Джон Джоли Звездный завтрак На радио Шансон 10.46 Время московское В звездном завтраке У нас сегодня Бурановские звездные Наши любимые бабушки И пришло время Поиграть вместе с ними В звездную пилотку Я буду доставать Отсюда вопросы Которые Хаотично набросаны В пилоточку Ваша задача Заканчивать фразу Которую начну я Честно отвечать Ой-ой-ой Я боюсь А вы не бойтесь Боитесь честно отвечать Ну давайте вот такая Последняя песня Которая засела у меня В голове Это Это мне снова 18 Да вы что Я думал скажете Я желаю счастья Желаю счастья Которую мы недавно Послушали премьеру Да Очень кстати милая Премьера Может стать Хитом В самое ближайшее время Она станет хитом По телевизору Я никогда не смотрю Что не смотрят бабушки По телевизору Боевики не смотрят бабушки Боевики не смотрите Нет yogurt А новости смотрите Да И политику я смотрю Политику смотрите Да А ток-шоу Хорошо А давай поженимся Ток-шоу Вот как раз ток-шоу Нет Смотрим да Интересуемся Нет Смотрите Какие вы разные Кто-то смотрит А кто-то нет Категорично говорит Сейчас же очень много Еще политических ток-шоу Да Я все смотрю Я все смотрю Да А какое самое любимое ток-шоу Очень мне нравится Место встречи Там ведущие очень хорошие Вот на первом канале тоже интересное ток-шоу, да, но там перебивают друг друга, очень сложно слушать, а для чего тогда слушать, если ты не понимаешь, о чем речь? Это правда. А вот здесь вот на НТВ, там ведущие как бы вот, ну, ведут все-таки, действительно ведущие. Все, спасибо, спасибо, мы не перебиваем, давайте дальше. Так, следующее. Супермаркети на кассе, я всегда... Что делаете всегда на кассе в супермаркете? В супермаркете. Рассчитываемся? Так. Может быть, пересчитываете сдачу? Обязательно. Может быть, допоминаете? На какие сдачи сейчас карточки рассчитываешься? Нет, ну, а может быть, вы вспоминаете, что забыли купить, срочно бежите опять же в зал торговли. Или что-то у кассы докупаете. Я со списками делу, поэтому как бы, я не могу забыть. А у кассы что-нибудь вот там, что набросано всегда, у кассы же много всего в супермаркете? У кассы у нас, знаете, у нас замечательный бальзам есть, называется Легенда и Толмаз. Мы всегда берем шкалики. Шкалики с чаем мы пьем, очень вкусно. Так, в следующий раз. Вот почему чай-то они пьют. Конечно. Там несколько шкаликов. Это мы думаем, что это чай, да? А это шкалики. Все ясно, хорошо. А иначе откуда черпать энергию и хорошее настроение? Так, следующее. Последний раз я соврала? Никогда. Да ладно? Я не помню последний раз, потому что значит, это было давно, если даже соврала. Не помню, значит, не было, правильно? Так, хорошо. Дальше. Хорошо, следующая бумажка. Так. Мне стыдно признаться в том, что... Ну-ка, давайте. Сколько, наверное, что-то сделала? Ага, или опять не помню, значит. Да, да. Как хорошо прикрываться, когда ты бабушка. А я не помню. А я не помню. Ну что, серьезно, даже не за что стыдиться? Ну, наверное, есть за что стыдиться. Но я не помню. Вам же надо мгновенно отвечать, а сами приходят этот ответ. А вот скажите мне, бабушки, была ли вообще у вас когда-нибудь звездная болезнь? Нет. Такого нет. А будет? Нет, нет. Нам уже 18, нам это уже не грозит. Уже переболели. Они прям все в пятером отвечают. Нет, 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 нет. Следующий вопрос. Больше всего меня в жизни бесит. И вот тут, кстати, можно развернуться. И тут надо вспомнить. Я же чуть-чуть не помню. Бесит меня что-то. Ну, знаете, экран, который все время стреляет в меня, получается. Там все время пистолеты на экране. Это что такое за пистолет с экраном? Ну, фильмы такие идут, все время стреляют в них. Поэтому боевики не смотрите. Нет, я смотрю. Так, а вас? Кто там признался? Кого-нибудь еще что-нибудь бесит? Нет, боевики здесь совпадение полное у бабушек. Боевики они не любят. А вот по ток-шоу они... Не обязательно в телевизоре. Может быть, в жизни вас окружающий что-то бесит. Там, я не знаю, может быть, директор ваш вас бесит. Как менеджер концерта. Сейчас они все признаются, конечно. Последний вопрос у нас остался. Итак, последний вопрос. Однажды на спор я... Ой, я не люблю спорить особо так. Спор на спорческой только бывает. А так, чтобы что-то... И здесь есть рассказыватель, что было на спор. Я любила спорить. И любила. 20 секунд. Однажды на спор что-то сделали. Мы все обе овны, и мы как бабарашка все время бодаемся. Постоянно бодаемся, да. Но ни на что не спорите, да? А? На что-то конкретное не спорите. Нет, на что-то нет. На что-то нет. Просто деремся. Спасибо. Спасибо, Бурановским бабушкам. Словестно, деремся. Словестно. За честные ответы. Звездный завтрак на радио Шансон. В Москве 1054. Если бы у бабушки были усы, она была бы дедушкой. Но сегодня у нас бабушки бурановские. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да, дорогие наши. Бабушки пришли с инструментом. Я каждый раз вот боюсь неправильно сказать. Аккордеон, гармонь. Что это? Гармошка. Гармошка. Да. Скажем, гармонь обижается, что это аккордеон. Пришли с инструментом, а значит, мы все-таки попоем. Услышим, конечно. Попоем. Что мы будем сегодня петь? Мы, знаете, мы ведь не первый раз у вас, да? Да. И поэтому мы считаем вас нашими хорошими друзьями. Это взаимно. И я думаю, что не последняя встреча, поэтому мы хотим подарить такую песню, которая бы вам осталась приятным воспоминанием, чтобы снова удалось нам встретиться. Катюшенька, заведи, пожалуйста. Что говорит нам гармошка, что напевают мяка. Не расставайтесь с друзьями, вы никогда-никогда. Не расставайтесь с друзьями, вы никогда-никогда. Молодцы. Молодцы. Как я с вами расставаться? Молодцы. Ну так и я могу. А Мурку можете сыграть? Мурку. Запросто. Серьезно? Даже Мурку можете? Мурка моя, Мурка, Мурка дорогая. Девочки, а я слышал, что вы записали красивую песню гимн к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Ой, как это приятно слышать это слово гимн, потому что мы-то записали вроде как песню, да, и все теперь воспринимают как гимн. Так, чтобы Бог услышал это, ваше пожелание, чтобы действительно гимном. Чтобы песня стала гимном, ее должен утвердить РФС. Это российский футбольный союз. У нас хороший союз творческий сложился с Алексеем Потехиным. У нас ведь, мы программу, кстати, всегда открываем его песню, называется «Ветерок». И теперь нам вторую песню он подарил, он же самарский парень, да. И одна из игр Чемпионата мира по футболу будет проходить именно в Самаре. И он вроде как своему городу решил подарить эту песню и нам. Алексей Потехин, который бывший «Руки вверх», правильно? Да, 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 абсолютно верно, да. Я думаю, что зрители, слушатели знают. Конечно, знают, прекрасно. И вот, и решил подарить нам эту песню. Мы спели, и теперь вот эту песню воспринимают как гимн, негласный гимн пока. Во всяком случае, в Самаре точно как гимн идет, да? Да, 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 да. И в Самаре, знаете, мы там клип записали, да? И нам, чтобы мы записали этот клип, дали вот настоящим футболом поиграть, значит, мячом, который был в игре. Да, оказывается, мы-то не знаем, да потом нам подсказали, что это не каждому разрешает трогать этот футбол, этот... Футбольный мяч, да. Да, 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 да. Но счастливый. Нам было очень приятно. И мы первый раз в Самаре смотрели настоящий футбол, живой футбол. Я, например, первый раз была. И знаете, атмосфера как на концерте мне очень понравилась. Мы смотрели, как там болельщики, специальные дивизы там приготовили, как они топают, свистят, хлопают. Это вот атмосфера точно такая же почестная. А сами-то за футболом наблюдаете? Конечно, теперь наблюдаем. Интерес появился. Я тогда вот, знаете, говорю, эта атмосфера понравилась. Думаю, точно сына отдам на футбол теперь. Дорогие наши бабушки, нам, к сожалению, придется прямо сейчас уже распрощаться, потому что время звездного завтрака заканчивается. Мы непременно послушаем песню про футбол в вашем исполнении. Но давайте пока вы что-то пожелаете нашим слушателям, а мы тоже вам что-нибудь пожелаем приятного. Так, значит, время такое твердости, духа, уверенности, здоровья, счастья, мира, любви, благополучия и всех благ земных. Любим, любим, любим. Вы не поверите, ту же самую речь и мы приготовили. Спасибо огромное. Поэтому мы вот то же самое желаем и вам. Спасибо большое. Это были «Бурановские бабушки» в утреннем шоу «Настройка». Лёнь, Таня, Артём с вами прощаются. До завтра в 7 часов вернёмся. Пока! Пока-пока! Звёздный завтрак на радио Шансон.